Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курок Тианапа. Зовут меня Юрий Озаровский. Сегодня мы с вами посмотрим один из домов, который продается именно в субсехе на улице Алычевый 19. Рядом есть домашние животные, мы их уже слышим. До асфальта здесь за углом, я думаю, сверху вы увидите буквально один участок, то есть около 40 метров. Фасад 11 метров. Здесь сделаны подъемные механизмы, ворота немецкие на 5 метров. В том, что большая калитка. По коммуникациям здесь склажина, септик, газ и свет 15 киловатт. Все как положено. До школы и садика можно добраться пешком. Также недалеко есть остановка маршрутки. Заходим, дорогие друзья. Собственно, почему я приехал вообще снимать дом, который продается? Потому что здесь у нас наша дорогая знакомая. Здравствуйте! Который решил продать свой дом. Почему? Да. Почему? Ну, потому что так сложились обстоятельства, что надо это прекрасно уютное местечко кому-то еще дать возможность пожить в этом уютном доме, просторном и большом. Мы сейчас его посмотрим. Очень рада, что есть такая возможность его вам показать. Площадь участка земельного? 4,3. Ворота, смотрите, ребятки, откидные. То есть они работают с пульта, поднимаются вверх. Да, вверх. Я могу поднять. Отсюда можно будет забрать. Так, я сразу хочу показать вам с этой стороны, потому что сюда мы заходить больше не будем. Здесь расстояние между соседними участками и складирование какой-либо своей ненужной вещей. Но вообще лучше, чтобы они были свободны. Сделана бетонная отмостка и здесь тоже перед домом залит бетончик, под которым как раз таки находятся все главные коммуникации и подводы к нему. Мы будем заходить с правой стороны. Здесь дом сделан таким полукругом и над всей этой поверхностью можете увидеть, что есть вот такая вот система навеса. Причем навес сделан очень добротно и он светлый, то есть солнечные лучи будут пропускать. Вот это все, что стоит по левой стороне, это будет забираться. То есть это вас не должно интересовать. Здесь тоже отмостка из плитки и задняя часть дома. Во-первых, есть выход с кухни и можете увидеть насколько здесь много места. Травка зеленеет и разнообразные деревья произрастают. Я вижу, что одна груша точно есть. Какие еще есть деревья у вас? Яблоки, груши, абрикос, черешня, вишня. Точно я помню, вареники с вишней были. А здесь малинка, еще смородина, что-то такие кустики мама насажала. Участочек, дом сам с задней части выглядит вот так вот. 4-3 сотки для тех, кто ищет небольшие земельные участки, либо не особо любит обрабатывать землю. Допустим, для вас это стало большим, да, таким моментом? Да. Даже столько не надо? Нет. Да. А мне часто читают в гитаре и говорит, да ну, вот очень надо много земли. Теперь заходим вовнутрь и давайте проводить экскурсию по дому. Котик, кстати, не продается, но дает себе гладить. Но перед этим надо, чтобы он тебя понюхал. Клево только. Да. Итак, первым делом мы попадаем в такой вот прихожую, довольно-таки огромное. 26 квадратных метров. Шкафчик стоит, можно переделать, можно сделать свой там какой-нибудь раздвижной. Вот эта часть, она тоже не будет, не входит, она продается. Здесь, с левой стороны, есть куда повесить вещи. Обувница, пуфики. И из него вот такая вот лестница. Именно со вторым светом. Выглядит тоже очень симпатично. Туда мы поднимемся после уже кухни. Также отсюда есть вход в санузел. Заходим. Стиральная машинка. Место, где посушить вещи. Душевая кабина. Раковина, зеркальце. Места очень много. Если вы вдруг захотите поменять, поставить джакузи, то тоже есть. У вас такая возможность. 5,2 квадрата занимает санузел. Здесь у нас вход святая святых любого дома. Это кухня-гостиная. Просто огромная. 60 квадратных метров. Больше, чем моя квартира вообще, в принципе. То есть места очень много. То есть здесь мебель остается, кроме кошкиной мебели. Да. Вся мебель остается. Вся техника, мебель, холодильники, микроволновки. Все, что есть, все остается. Большое место для спальных мест, если есть много гостей в таком большом доме. Три дивана на первом этаже. Два двухместные. Один вот такой с газеткой. Стол тоже очень большой. Здесь сейчас у него длина где-то два с половиной. Раздвигается он еще на два уровня до четырех метров. То есть здесь можно сажать мини-свадьбу. Отлично. Четыре метра стол. Надо было сначала свадьбу сделать, дочка, а потом продавать. Десять стульев к столу есть. Зона кухни. То есть с отдельным столом, если вдруг гостевой, так сказать, не пачкать. Ну, какая-то рабочая зона. Можешь перекусить что-то отдельно, такое дополнительное. Микроволновка, газовая плита, вытяжка, котел, хавиен. Хорошо греет? Да, хорошо. И у нас теплые полы везде в доме. На первом, на втором этаже система теплых полов. Очень тепло. Всегда держим отопление на минимуме, на 40 градусов. И прям всегда тепло, потому что очень комфортно. Вот теплые полы хорошо обогревают дом. Также отсюда есть выход как раз таки на улицу, о котором говорили. То есть вы подходите и выходите сюда, во двор. Ну, прям, честно, мечта, наверное, птички поют, чего еще хотеть. Сверху, я думаю, вы увидели, что это частный сектор. Здесь нет никаких высоток, нету трасс. Ну, идеально для того, чтобы жить в населенном пункте города Напа, в частном доме. А что не мало важно лично для меня, то что не будет в дальнейшем рядом строек. Потому что соседи уже построились, поверьте мне, это очень важно. Да. Так, здесь место для хранения, диванчик, на котором можно посидеть. Все диваны раздвигаются. Сколько человек максимум вылазило у вас? Ой, не знаю. Тут можно два, там два, тут три, получается, на первом этаже. Ну, семь человек можно положить точно. Шикарно. Так, поднимаемся на второй этаж и посмотрим, что там. Лестница такая, плитка керамограммид, очень хорошая. А второй свет, конечно, здесь. Очень просторный второй свет, да. Он прям создает очень много такого света, тепла, энергии, прям очень просторно. Такое ощущение, что это как будто ты не в доме, а в каком-то дом творчества, дом культуры. Я когда первый раз зашла, я говорю, почему такая лестница? Это же просто жилой дом. Такой простор дает эта лестница. Как будто поднимаешься в доме культуры, как вот сейчас приду и там будет какой-то театр. На верхнем этаже здесь находятся три спальни и санузел. Да. Давайте их посмотрим. Начнем против часовых встреч. Высота потолков на втором этаже 3 метра 20 сантиметров. Для второго этажа это просто вот космос. Очень-очень добавляет тоже объема комната. Это комната 16 квадратных метров. Она у нас как гостевая или дети тут бывает находятся, или старшая дочь когда приезжает. В общем, такая комната дополнительная, можно сказать, для гостей или для каких-то жильцов дома, которые прибывают. Также есть выход на балкон, который вы видели с улицы. И также обзорчик. Вот посмотрите, какая красота. То есть все застроено, соседи хорошие, друг за другом присматривают. Это самое важное. Потому что балкон шикарный и красивый с балясинками. Холл на втором этаже 13 квадратных метров. Тоже считает целое пространство, можно целую комнату. Вот мы здесь как зона такая кабинета. Можно рабочий стол поставили, принтер. Если что-то сесть поделать, достать ноутбук, компьютер, очень удобно, как рабочий кабинет. Большущий кондиционер. Он очень мощный, очень большой. Мы его взяли специально на первый и второй этаж. Он на большую квадратуру рассчитан. Просто невероятно удобно. Прям хорошо охлаждает дом. Летом одного хватает. Это комната 19 квадратных метров. Тоже высота потолков 3 и 2. Очень просторно создает такое ощущение, как будто здесь даже не 19 квадратов. Достаточно места для всего. Что там можно себе придумать. Обыграть там по-разному. И здесь я даже так вот предполагала. Можно даже сделать, отделить какую-то зону гардеробной. Прям закрытие. И сделать отдельно туда вход. Мне кажется, здесь очень хорошо можно это решение сделать. И как-то изменить интерьер. Также есть выход отсюда же на балкон. Он соединяется с тем. Поэтому заострять внимание не будем. Каким-то как Айвазовский почти. Сейчас мы с вами посмотрим санузел на втором этаже. Да, на втором этаже тоже есть санузел. Здесь уже есть ванная угловая. Если на первом этаже быстренько помыться в душ, сходить, то здесь можно удобно полежать, создать себе грамматическую обстановку. Мы так иногда делаем с лепестками роз, набирая ванну. Чем занимаются девочки? Ну да. Девочкам это интересно. И еще одна комната. Да, это детская комната, так как проживают две школьницы. Поэтому им отдали самую большую комнату – 22 квадратных метра. Чтобы у них помещалось два шкафа, два стола. И здесь спальные места кровати у них. Там спят, тут уроки делают, тут на диване отдыхают. Что-то по-своему. Самое главное, что нет телевизора у них. Да, телевизора нет. Он даже если у нас есть на первом этаже, то мы его не смотрим. Очень классно вот эркер смотрится. Да, эркер, ага. Света очень много дает. И мне прям вот это очень, очень светлая комната. Даже не надо и сам свет включать. Здесь лесенка тоже функциональная, со своими полочками и вверх кроватка. Да, вместе. С документами все в порядке, все на руках. Я думаю, самый важный вопрос, который будете задавать – это сколько стоит. Да. И начнем мы не с него, а начнем вообще. Почему продаете дом мечты в Анапе? Так жизненная ситуация сложилась, что я сейчас свободная женщина. А так как я женщина свободная, конечно, хочется жить максимально свободно в плане жилищного условия, скажем так, мне нравится, но хочется просто перебраться в квартиру. Мы с девочками, с дочками живем. Поэтому мы в квартире живя, мы себя будем более свободно чувствовать, что у нас больше свободного времени будет на что-то еще другое, на девочковые какие-то занятия. Переехать просто в квартиру. А так дом очень хороший. Мы здесь прожили 4 года. Все, что вот здесь есть в этом доме, вся мебель, вся техника, все будет оставаться как есть. Можно просто, если откуда-то издалека, из каких-то регионов будет покупатель, можно приехать и жить. В принципе, зачем тащить свою какую-то мебель? Потом можно будет что-то поменять по своему вкусу, по своему усмотрению. Любому человеку гарантированно здесь прекрасное проживание. Тепло, уютно, хорошо, комфортно. Дом наполнен очень хорошим светом и солнечным, и нашим внутренним. Мы очень сильно очень этот дом любим. Энергия, правда, здесь очень хорошая. Место расположения тоже замечательное. Это село Супсех. В принципе, я до Анапы еду 10 минут. Сейчас очень удобно сделали связки от Супсеха с городом. То есть, очень быстро, мобильно можно оказаться за 10-15 минут в центре Анапы. Расположение прекрасное. Улица очень тихая, не проезжая. То есть, здесь нет постоянного какого-то потока машин. Уютное, тихое, спокойное местечко. Дом этот продаем с мебелью, с техникой, как есть, за 19,5 миллионов. Поэтому все желающие, кто хочет поближе познакомиться, поинтересовать более какими-то дополнительными, может быть, вопросами, которые мы сегодня не озвучили, вдруг мы что-то упустили, пишите мне в WhatsApp или звоните. Юра укажет мой телефон, поэтому я всегда на связи. Буду рада ответить на любые вопросы и буду ждать гостей любых людей, которые пожелают посмотреть его и познакомиться, скажем так, визуально. Лично я, когда пришла в этот дом, то я сразу сказала, все, мы его уберем. Потому что здесь настолько вот эта эргономика и пространство такое располагающее, оно прямо обволакивает. Здесь действительно хочется оставаться. Я с таким же вот искренним желанием хочу, что дом откликнулся тому человеку, которому именно он будет по душе так же, как и мне. Очень хочется, чтобы прямо откликалось все, что мы здесь создали. Во благо жизни, счастья, любви, радости. В общем, всем желаем всего хорошего и просветания. Обращайтесь. Так, придется еще немножко добавить. То есть при приезде в квартиру из своего дома, когда сидишь, что тишина, это когда ты сам создаешь звуки, появится в первую очередь эта жизнь с соседями, которых ты будешь слушать постоянно. И вот аухнется это вам, после того как в тишине вы жили и сами знали, кто шумит. Если вдруг кто-то шумит, можно приостановить, то там большому сожалению нет. По ценникам хотелось бы еще отсветить. Там дорого-дешево, будет писать и 100% в комментариях, но факт остается фактом. В Анапе сейчас средняя стоимость квадратного метра, допустим, на те же самые квартиры, 150 тысяч рублей. То есть приходится поднимать ценник на дом, чтобы продать и купить хоть какую-то квартиру в Анапе. Да. Ценник примерно за трешку в Анапе будет на уровне такого, что же с мебелью там, допустим, сделано совсем. Не верите, смотрите на Авито. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Если вдруг кто-то из ваших знакомых ищет дома, то напишите, пожалуйста, им нашу ссылочку на видео. И дай Бог, чтобы дом нашел своего хозяина. Всем пока. 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 Пока.